На эльмаши лохматы соседи оскалились на детей. По соседству с детским садом расположилась стая собак. Дворняк неоднократно пытались выселить, но сотрудников спецавтобазы облаяли. И не только четвероногие. Сопротивление встретил и городской дозор. Собачья стая, обосновавшаяся возле этого детского сада, держит страхи всю округу. Однако вывезти животных отсюда препятствует женщина, прикормившая псов. Это здание несколько лет стояло заброшенным, поэтому его заняли бездомные собаки. А когда садик восстановили, псов попросили на выход. Но стая далеко не ушла. Теперь она обитает за оградой. Собака может напугать лично на меня. Они бегут, они, конечно, реагируют на человека, но я пугаюсь. Ребенок, он еще сильнее пугается. Это может нанести моральную травму как минимум. Поэтому мы, естественно, опасаемся. Опасаются собак и жители окрестных домов. После многочисленных жалоб на зубастое соседство, районные чиновники сделали заявку в спецавтобазу. Но отловить псов помешала одна из жительниц. Это мои собаки, я имею право защищать. Из-за защитницы животных, жалуются очевидцы, собаки и ходят в садик. Она с помойки собирает собакам. Принесет две котомки. Они ее знают и начинают их кормить. А вот так вот, когда они были вот здесь, в старом садике, вот здесь пройти невозможно. Они гавкают. Приходится обходить на эту сторону. Разговора с любительницей собак не получилось. Она будто с цепи сорвалась. На наши частные территории уходят сюда, тебе говорят. Уходи! Столь же агрессивно женщину встречала и работников спецавтобазы. Каждый раз они возвращались ни с чем. Мы жительнице предлагали, вы можете животных навещать в пункте коротковременного содержания. Но жительница воспринимала все слова с агрессией и даже угрожала нашим сотрудникам. Тем не менее, специалисты спецавтобазы намерены еще раз выехать к детскому саду в сопровождении участкового. Но поскольку одними убеждениями здесь уже не обойтись, мы рекомендуем привлечь наряд полиции. Администрация района обещала посодействовать в этом вопросе. Юрий Шумков, Алексей Богданов, Городской дозор.